В преддверии Дня Победы в Твери приведены в порядок мемориалы и воинские захоронения. Традиционный майский субботник прошел на территории захоронения Бабачевский Бор. Сюда ежегодно приезжают родственники погибших бойцов из разных городов страны. Третий год подряд семья Смекаловых из Углича приезжает сюда, на воинское захоронение Бабачевский Бор. Здесь похоронен их дед, рядовой сапер Алексей Петрович Смекалов, погибший в марте 1942 на Тверской земле. Много лет родственники искали хоть какую-то информацию о нем. Знали, что он здесь, где-то в Калинине похоронен, но места конкретно мы не знали. Хотелось на могилку. Ездил мой отец, со своей сестрой искал, не нашел. А потом вот через интернет волонтеры помогли найти. Бабачевский Бор – самое крупное воинское захоронение в Московском районе, где похоронено более пяти с половиной тысяч военнослужащих. Каждый год накануне 9 мая здесь проводят субботник ученики 43-й школы. Нам поручили заниматься уборкой, нам поручили убирать траву, убираться рядом с могилами, подметать, пропалывать, убирать сорняки. Всего на территории Московского района четыре воинских захоронения и памятный знак. Благоустройство и косметический ремонт выполнены на всех объектах. Все захоронения были покрашены, проведены работы по озеленению, обрезку кустарников. Также мы планируем еще чуть поближе к 9 мая произвести по куст травы. Был особый акцент сделан и на ремонт, и на благоустройство, на уборку подъездных путей. То есть работы были проведены глобальные. Завершены работы по благоустройству на главных мемориалах Центрального района. Обелиски, комплексе «Город воинской славы» в Парке Победы. Три захоронения в Заволжском районе и мемориал «Звезда» в Пролетарском также проведены в порядок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok